Здравствуйте, друзья! У нас Майя Брусиловская, местный риэлтор, заскочила к нам в гости и мы так на ходу, оперативненько задаем вопросы. Майя, вот под Новый год вдруг звонит много риэлторов и говорит, давайте мы продадим там чего-нибудь, что у вас есть. А вроде бы говорят, с другой стороны, говорят, что рынок как-то немножко там цены чуть-чуть снижаются, интерес-рейт повышается, активность уже не та. Чего они хотят? Они хотят в условиях, когда и так много чего на рынке, они хотят еще туда что-то выставить? В чем смысл деятельности такой? Дело в том, что на рынке сейчас практически ничего нету, но я бы и никогда не предлагала сейчас выставлять что-нибудь на маркет, потому что самые большие праздники для американцев, Christmas, это No Touch Place. Christmas, Новый год и это все будет продолжаться до Super Bowl Sunday. Super Bowl Sunday последнее воскресенье января. Это будет как звонок, когда американцы просыпаются, просыпаются и начинаются на маркете движение. То, что касается перемен, ценовых перемен, это, как по-русски говорят, бабушка на двое гадала. Я читала буквально прошлой неделе, я читала высказывания сильных мира сего экономистов. Значит, они сами себя посчитали. 43% считают, что моргидрейт пойдет вверх, сильно вверх в 2019. 40% с чем-то, не помню, считают, что он останется точно таким же и только какая-то очень маленькая, меньше десяти процентов, считают, что он по каким-то причинам пойдет вниз. Вообще, большое сопротивление сейчас повышению интерес трейта. Вот объясни мне теперь, мы здесь давно живем. Мы привыкли покупать недвижимость, было в нашей практике, и по восемь процентов, и по семь с лишним и так далее. Вот сегодня какой так реалистичный интерес, если пойти покупать? Скажем, если мы со Светой, вот ты нас знаешь, если мы сейчас пойдем покупать, с каким интересом мы можем взять? Там очень разные критерии. Я знаю, у меня тоже, как у американцев, праздник с Крисмасом. Но перед Крисмасом у меня люди закрылись на 7 лет под 4,25. Но на 7 лет только. На 7 лет самый лучший интерес. Например, нам с вами на 7 лет брать, наверное, смысла нет. Но хорошо, если мы взяли бы на 3. Молодежь, но 30 лет уже под 5. Ну послушай, 5. Мы брали под 7,5. Мы брали под 8. Из-за чего вот этот вопль, что поднять там на четверть процента, это такой бигдил. Потому что если брать соотношение роста цен, как оно было и моргиджрейта, то оно происходит непропорционально. Цены растут намного быстрее, чем понижается моргиджрейт. И получается, что цены настолько взвинчены, чем больше интерес, тем больше месячные пейменты. Но когда идет только повышение, ну в смысле вот выгоднее купить прапорти немножко дороже под меньший процент, чем немножко дешевле под больший процент. Понятно? Или ты платишь за свое, или ты в банку деньги отбил? Вот. Поэтому я своим клиентам говорю, что сейчас хорошее время покупать. Сейчас и поторговаться можно, да? Торговаться только сейчас и можно. Вот сколько можно сшибить? Вот, допустим, стоит что-то, стоит сто процентов. Сколько можно сбить сегодня? Смотря где. Например, в Окленде сейчас цены упали аж до десяти процентов. Я продаю дом сейчас. Это Монт Клея, одна из лучших эрей Окленда на границе с Пидмонтом. Все школы Пидмонтов стоят, да? По Зилу, Зилу, как всегда, отстает от уровня экономики, экономических новостей. По Зилу он все еще под два миллиона. На самом деле мы уже выставили его за миллион семьсот восемьдесят. Так. И думаем снижать цену еще. Вот неделю стоим. То есть вот так больше десяти процентов? Больше, ну там не два миллиона на Зилу, один поинт восемь восемь, что-то такое. Хорошо. Маечка, вот в преддверии Нового Года, тем более, елка тут. Вот мечта риэлтора, скажем, пожелание риэлтора себе на Новый Год. Желаю всем, всем, всем море денег и хорошего настроения. Они взаимосвязаны для того, чтобы у них были возможности покупать, покупать и еще раз покупать. Я, друзья, закончу наш сюжет бизнес-карточкой мае. И так, может быть, это будет хорошая примета для удачного следующего года, 2019.